Здравствуйте, друзья! Меня зовут Брэнцева Татьяна и добро пожаловать на мой канал! Сегодня я буду делать яркое колье с цветами. Для цветов я использовала полимерную глину розового цвета или манжента, коричневого цвета и телесного. Лезвие и стек с иголочкой. Для сборки понадобятся леска или ланка, пины, различные бусины, колечки, замочек и шапочки для бусин. Делаю переход цвета от бежевого к розовому, формирую два треугольника и складываю их вместе. Прокатываю на пастомашине. Далее складываю получившийся пласт пополам и раскатываю его еще раз. Делаю так до тех пор, пока между цветами глины не появится плавный переход света. У меня получился плавный переход. И теперь я складываю лист пополам, но уже вертикально и снова прокатываю на пастомашине, но в другом направлении. Мне нужно получить длинную полосу. Для этого складываю еще раз пласт пополам и снова прокатываю его. Тонко раскатываю коричневую пластику и складывая полосу гармошкой, периодически вставляю коричневые нити. Они будут имитировать точечный рисунок на лесках цветка у основания. У меня получается треугольный кень, который я ужимаю и вытягиваю до нужного размера лепестков. Для одного цветка мне понадобится 5 лепестков. Нарезаю получившийся кень на тонкие срезы. Формирую лепестки. Стеком продавливаю по 3 полосы на каждом лепестке и загибаю края. Делаю лепешку, которая послужит основой цветка. Укладываю лепестки на основу и прижимаю их у основания. Для серединки цветка использую простую колбаску. Оборачиваю голубую глину золотой и утягиваю ее до 3 мм. Укладываю срезы по кругу. Точно так же формирую маленькие цветы, которые будут замыкать колье. Но для них мне потребуется 3 лепестка. Обжигаю цветы при температуре 130 градусов 10 минут. И доделываю заднюю часть. Формирую вторую лепешку и приклеиваю ее к задней стенке. Параллельно вставляю 2 пина, накрываю и прижимаю их еще одной тонкой лепешкой. Придаю текстурность поверхности и слежу за тем, чтобы пины свободно двигались и не приклеились к пластике. Снова отправляю цветы обжигаться. Снимаю пины и приступаю к сборке. Она получается двойной. Так цветы будут плотно сидеть на леске и не будут переворачиваться при носке. Вставляю такое количество бусин, чтобы они не дали лепесткам тереться друг от друга. На нижний ряд добавляю на одну-две бусинки побольше. Колье получится полукруглое и хорошо будет пролегать к телу. Вот такое колье получилось у меня. Надеюсь, мой урок будет вам полезен. Ну а с вами была Брынцева Татьяна. Подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчик вверх и лепите вместе со мной. До новых встреч. Пока-пока.